Субтитры создавал DimaTorzok Единственная неопределенность в этой картине – это мы с вами. Мы можем стать частью этого центра, а можем оказаться между старым разваливающимся центром и новым формирующимся. Важно, чтобы вся эта перестройка мирохозяйственных связей проходила на нужных нам условиях. У нас есть огромный потенциал, и мы можем строиться в это ядро нового мирохозяйственного уклада. Я бы хотел пожелать не терять оптимизма, верить в свои силы, планировать долгосрочное будущее, исходя из тех колоссальных потенциальных возможностей, которые мы располагаем. Сегодня, подводить итоги 2022 года, мы будем с министром по интеграции и макроэкономике Сергеем Юрьевичем Глазимовым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергеевич. С одной стороны, 2022 год – это был год десятилетий Евразийской экономической комиссии. И вот вы, как министр, который отвечает за стратегию 2025, вы увидели в наших результатах стратегические достижения, которыми мы можем гордиться? Слава Богу, отвечая не только я, а вся комиссия за стратегию 2025, я должен сказать, что несмотря ни на что и вопреки всему, как говорится, подавляющаяся часть мероприятия стратегии выполняется в срок. В условиях перенапряжения со стороны внешних сил мы осваиваем новые возможности работы. И главный результат этого года, с моей точки зрения, то, что Евразийский экономический союз показал свою очень хорошую способность адаптироваться к резко меняющейся внешней ситуации. То есть мы состоялись как единое целое. Попытки со стороны недружественных стран загнобить Россию или Беларусь, они им не удаются, в том числе потому, что мы как сообщающиеся сосуды. Если где-то экономическая активность снижается в силу внешних факторов, то в других государствах Евразийского экономического союза она поднимается. И вот эта адаптационная возможность Евразийского нашего союза, что самое важное, работает на основах самоорганизации. То есть мы как комиссия или как правительство сторон не предпринимали каких-либо целенаправленных усилий, скажем, по вот этим мерам по противодействию санкций. Помните, в свое время белорусская сторона, еще помню, это был период таможенного союза трех государств, был поставлен вопрос, давайте выработаем коллективные меры против санкций. Ну это было, наверное. Мне кажется, и недавно тоже так же поднимался повторный этот вопрос в другом контексте. Да, вот Белоруссия была единственная, когда врушились санкции, это был, по-моему, 2011 год, еще 10 лет назад, был поставлен вопросом, не получил поддержки. Но, как выяснилось, нам и не нужно принимать каких-то официальных мерок коллективных реагирования, потому что бизнес адаптируется сам. Мы не предпринимаем каких-либо централизованных решений о том, чтобы какие-то виды деятельности перенести с одного места на другое, для того, чтобы сохранить эту экономическую активность в ситуации, где они по каким-то причинам испытывают политическое давление. То есть бизнес сам адаптировался, и мы видим, что на фоне снижения экономической активности в некоторых секторах российской экономики, за то, что западные фирмы уходят, мы, тем не менее, видим бурный подъем промышленности в Киргизии, в Армении, в Казахстане хорошие темпы роста. И те ориентиры экономического развития, которые президенты утвердили на текущий и на будущий год, напомню, несмотря на все негативные прогнозы МВФ, Мирового банка, которые грозились нам падением в минус 10%, несмотря на это, президенты, изучив наше предложение, все же решили не менять ориентиры макроэкономического развития. И мы получаем сейчас около нуля. То есть мы в этом году эти ориентиры не впишемся в них. Но, тем не менее, сам тот факт, что главы государств оставили ориентиры экономического развития на прежнем уровне, а в прошлом году мы к ним подошли, к 4,5% прироста ВВП, говорит о том, что со стороны политического руководства есть понимание важности и значимости наших интеграционных механизмов, которые позволяют демпфировать внешние шоки. Если бы в полной мере реализовывались наши предложения по денежно-кредитной политике, по реализации программ импортозамещения, по развитию кооперации, то, я вас уверяю, мы бы вышли на эти ориентиры. То есть мы на них не вышли по той причине, что со стороны денежных властей, вещества России, не было оказано мер расширения кредита. Ведь шок очень большой. Европейский импорт – это практически половина нашего импорта. А доля импорта в структуре товарооборота, если брать розничный рынок, там где-то достигает 30%, а по городам даже больше 50%. То есть, в общем-то, четверть нашего потребления была поставлена под вопрос. То есть рынок освободился на 25%. Вот это возможность увеличить предложение со стороны спроса. То есть мы получили в этом году спрос, который не закрыт привычными импортными поставками, целых 25% рынка. Гигантская возможность для экономического рынка. Президент Путин много раз говорит, что уходят они с рынка. Они этот рынок завоевывали годами. Сейчас есть возможность этот рынок забрать. Мы проводили расчеты, согласно которым 80% того, что мы получаем из Евросоюза, мы могли бы заместить внутренним производством. Но для того, чтобы это сделать, нужно наш потенциал промышленный загрузить в этой продукции. Для этого нужны кредиты. Потому что речь идет о продукции конечного потребления с высокой добавленной стоимостью, где разрушены технологические цепочки их изготовления. Требуются деньги и время для того, чтобы эти цепочки по-новому создать, используя в том числе кооперацию между нашими государствами. Но для этого нужны были большие кредиты. И в итоге, с одной стороны, у нас спрос дает возможность роста на 25%. С другой стороны, предложения. Мощности наших предприятий промышленности загружены на 60%. То есть на 40% могут увеличить выпуск. То есть со стороны предложения можем увеличить выпуск на 40%, со стороны спроса на 25%. А мы фактически стоим на ноле. Может, мы что-то можем предложить бизнесу? Как-то прогарантировать то, что перспектива завоевывания вот этих вот новых ниш, она, в общем-то, не то что нужна, она действительно представляет хороший интерес. Я хотел сказать, что если говорить о наших компетенциях, Евразийской экономической комиссии, то мы сделали все, что возможно. Мы дали послабление по импорту, пошли навстречу предложениям правительств. Приняли временные меры по смягчению требований по контролю за соблюдением технических регламентов. Обнулили временно импортные тарифы. И дали возможность нашему бизнесу, который занимается внешней торговлей, в условиях такого льготного режима, провести переориентацию потоков с запада на восток. При этом мы видим бурный рост торговли с Китаем практически полтора раза каждый год. С Индией удвоился объем товарооборота. У нас четкие совершенно сигналы бизнесу о том, что ворота в Азию открыты. Идут переговоры по зоне свободной торговли. Вы знаете, с Индией, с Ираном они практически завершаются. С Арабскими Эмиратами начинаются, с Монголии начинаются, с Индонезии, то есть в Египет. Мы создаем огромную зону референциальной торговли в Азии. Это бизнесу сигнал, что Европа закрылась. И не ждите, что в короткое время эти проблемы исчезнут. Конечно, можно адаптироваться к этим европейским барьерам через Турцию. С товарооборота, который тоже удвоился. С Креции товарооборота удвоился в этом году. То есть работают адаптационные механизмы через бизнес-связь. И через наши собственные возможности единого экономического пространства. Но в целом переориентация нашей внешней торговли в Азию это объективный процесс, который имел бы место и без этой гибридной войны. Потому что центр мировой экономики уже переместился в Юго-Восточную Азию. Мы долго ждали повода, чтобы говорить о приоритетности коридора Север-Юг. Но теперь уже нужда, как говорится, заставляет вкладывать большие инвестиции, реализовывать совместные программы по созданию транспортной инфраструктуры, которая снимет узкие места по товарообороту между Россией, Средней Азией и Индией через Геран. Вот этот коридор Северо-Юг мы должны были сделать еще 10 лет назад. 20 лет назад было подписано соглашение между Россией, Ираном и Индией. Но при нем все забыли, потому что все торговали западным рынком, который был достаточно емким, немножко расширяли инфраструктуру в Китай. А с Индией торговля сегодня в 10 раз меньше, чем была при Советском Союзе. А Индия, в принципе, может заместить практически весь Европейский рынок. Но для этого необходимо слово для себя, как Афанасий Никитин в свое время, который раз открывать индийский рынок. Но что самое важное, бизнес, если говорить о краткосрочной реакции, совершенно правильно сконцентрировался на расширении взаимной торговли. Взаимная торговля выросла в этом году более чем на 10%. Я думаю, что вырастет на 12-13%. Это очень хороший показатель. И это пока без серьезных инвестиций в расширение кооперации. Я думаю, те решения, которые были приняты, это тоже важнейший, я считаю, момент, качественный. Что главы государства одобрили предложение нашего блока по промышленности использовать часть пошлин от антидемпинга на субсидирование процентных ставок по кредитованию кооперационных связей. Это первая ластрика, что называется. Пусть там небольшие деньги, но если этот пилотный проект покажет позитивный результат, дальше можно говорить о наращивании институтов развития для всего Евразийского экономического союза. Вот если бы мы располагали такими институтами развития на сегодняшний день, мы бы, конечно, обеспечили бы взрывной рост и взаимной торговли, и экономической активности по импортозамещению. Но, как вы знаете, у нас нет никаких финансовых источников для реального воздействия на инвестиционную активность, мы занимаемся только нормативным регулированием, а наш Евразийский банк развития по своей мощности примерно в 100 раз меньше, чем европейский аналог. Там есть Европейский инвестиционный банк, есть Европейский банк реконструкции развития, каждый из них в десятки раз больше наших институтов развития. То есть нам нужно наращивать институты развития и нужно координировать денежно-кредитную политику. Пока эта сфера за пределами нашего функционала, но без нее не получается реализовать этот огромный экономический потенциал. Сегодня мы работаем, если потенциал усмотреть, но в лучшем случае на половину возможностей. Мощности в промышленности загружены на половину, где-то на 60%, в лучшем случае на 65%, а в машиностроении они загружены вообще на 35-40%. У нас пока не сформирован общий рынок строительных услуг, где тоже возможности для роста достаточно большие. Если говорить о сырьевой базе, практически две трети нашего сырья увозятся за пределы Евразийского союза. А сколько можно было бы сделать готовой продукции с той же нефти, где килограмм нефти стоит в тысячу раз меньше, чем продукция нефтехимия, которую можно было бы осваивать. То есть мы сырьевой потенциал используем на одну десятую с точки зрения экономического развития, производственный потенциал на половину, но технический потенциал, дай бог, процентов на 30. То есть возможности для роста большие, но для того, чтобы бизнес видел завтрашний день и был уверенным в том, что инвестиции сегодня окупятся завтра, государству нужно помогать поднимать инвестиционную активность. Наши центральные банки этого в упор не хотят видеть. Они живут позавчерашним днём, опираясь на рекомендации Международного улитного фонда, которые были разработаны примерно 60 лет назад для слаборазвитых африканских стран, которые не могли вернуть кредиты. И смысл рекомендации МВФ заключается в том, чтобы дать возможность западному капиталу свободно гулять по нашему экономическому пространству и лишить нас возможности кредита для того, чтобы наша экономика подсела на иностранные кредиты и на спрос со стороны Запада на нашу продукцию. В итоге мы получили сырьевую ориентацию и разрушение значительной части обрабатывающей промышленности. Нужно от этой зависимости уходить. Мы уже вынуждены от неё уходить, потому что западные рынки закрыты. Восточные рынки хоть и открыты, но освоить их непросто, а подсесть на их кредитные институты, конечно, можно. Но это будет то же самое, только с Востока. Могу сказать, что, к сожалению, структура нашей внешней торговли с Китаем ещё хуже, чем с Европейским Союзом с точки зрения наличия готовой продукции и степени переработки. То есть Китай рванул далеко вперёд и практически нуждается только в нашем сыре. Так что нам нужно самим создавать внутренние источники кредита. Нужно обеспечивать стабильность в денежно-кредитной сфере. Мы поэтому и предлагаем, давайте мы заключим договор о валютной змеи, чтобы мы были уверены, что колебания валютных курсов не разрушат инвестиционный план. В Европейском Союзе был хороший опыт внедрения валютной змеи, то есть взаимные обязательства по ограничению колебаний курсов валют друг по отношению к другу, которое стало основой затем для создания единого экономического пространства, введения общей валюты. Кроме того, само по себе субсидирование процентных ставок, надо понимать, что это субсидирование банков. Нам нужно создавать механизм кредитования предприятия. И субсидии по процентным ставкам – это только один из инструментов, который нужно дополнять специальными инструментами рефинансирования, в том, чтобы центральные банки давали кредиты под расширение производства, под рост инвестиций, под развитие кооперации, так как это делается в современном центре мирового экономического роста в Китае, в Индии и везде, на самом деле, в мире. За последние 12 лет центральные банки активно участвовали в стимулировании экономической активности, тем более, если есть потенциал. К сожалению, руководство центральных банков не понимает, что борьба с инфляцией должна вестись не путем сжатия спроса и удорожания денег, а путем расширения производственных возможностей, внедрения новых технологий, повышения экономической эффективности, снижения издержек. А для всего это нужно не сужение, а расширение кредитных потоков. Но все это, к сожалению, за пределами нашей компетенции. И мне кажется, когда мы будем планировать следующий этап нашей интеграции уже за пределами 25-го года, мы сейчас работаем над основными направлениями экономического развития до 35-го года, нужно говорить о необходимости создания общих мощных институтов развития и механизмов развития, которые бы вовлекли центральные банки в наш общий процесс развития евразийской интеграции. В преддверии 23-го года, когда все-таки очень хочется верить в какие-то чудеса и надеяться на то, что катаклизмы, которые преследуют нас в последних три года, они начнут немножко утихать и убить. Действительно, беспокойность в общественном сознании очень высокая и нагнетаются всякие катастрофические сценарии. Везде мы слышим про мировой кризис, про нарастающий хаос, про мировую гибридную войну и тому подобное. А в действительности эта турбулентная сложная ситуация, она легко раскладывается на несколько составляющих. Действительно, на Западе кризис. Я бы сказал, что на Западе идет агония. Просто агония той системы управления, того экономико-политического режима, который обеспечивал развитие западных стран после траха Советского Союза. В принципе, они в это агония бы попали, если бы Советский Союз не разрушился. Потому что продление процветания Запада на 30 лет во многом было поддержано ресурсами, умами, капиталами, которые из постсоветского пространства в объеме больше 2 триллионов долларов и миллионов людей подпитали западную экономику. И огромные кличные технологии, сырья было из постсоветского пространства, вытащенные на Западе. Но та система управления, которая там сформировалась в интересах властной финансовой олигархии, уже не работает. Они попытались преодолеть кризис путем масштабной денежной эмиссии. Увеличили количество мировых денег в 4 раза после кризиса 2009 года мирового финансового. Но это не помогло им обеспечить высокие темпы роста. Это просто перевело депрессию, у которой они оказались по объективным причинам из-за потери эффективности управления, в стагнацию. Вот 15 лет стагнации, считается уже почти, из которой они пытаются выйти путем развязывания мировой гибридной войны. Это мировая гибридная война, организована Вашингтоном как лидером западного мира, как всегда в Европе. Для американцев война в Европе это всегда была хорошая война, они так в своих учебниках истории пишут. Поэтому они традиционно руководствуются своими геополитическими представлениями. Ситуация, когда Америка уже потеряла экономическое лидерство. Когда лидерство сместилось в Юго-Восточную Азию, где сформировался новый мирохозяйственный уклад, намного более эффективный, производительный. Где государство сочетает механизмы стратегического планирования и рыночной конкуренции. Для частных государственных партнерств ориентировано на рост производства и благосостояния. И в Юго-Восточной Азии все эти 30 лет растет в три раза быстрее, чем западная экономика, западные страны. Ну, как обычно, в эти периоды смены мирохозяйственных укладов, властвующая элита страны, которая теряет мировое лидерство, пытается сохранить свое доминирование путем развязывания мировой войны. Можно с уверенностью говорить, что западная экономика будет находиться в состоянии глубокого кризиса и даже разложения. По той причине, что механизмы воспроизводства и в Америке, и в Европе даются большие сбои. И этот тип капитализма, ориентированный на рост доходов финансовой олигархии за счет денежной эмиссии, фактически дошел до своих пределов. И дальше, для того, чтобы сохранить свое лидерство, они устраивают войну в Европе, где главной жертвой становится благополучие европейских стран. Они уже получили в ответ на свои санкции против России резкое ухудшение уровня жизни, снижение энергетической безопасности и падение экономической активности. Везде в европейской зоне минус практически. В то же время в Юго-Восточной Азии продолжается бурный экономический рост, и он будет дальше продолжаться. Совершенно очевидно, что система управления экономическим развитием, которая сложилась в Китае и в Индии, которая опирается на государственно-частное партнерство в интересах подъема общественного благосостояния, где государство регулирует экономические отношения, поощряет частный бизнес для того, чтобы они производили больше нужных продуктов, внедряли новые технологии и наказывает бизнес тогда, когда они пытаются заработать на спекуляциях или вывозят капитал. Но эта система намного более эффективна, она сочетает в себе преимущества социализма и рыночной конкуренции. И, в общем-то, уже сейчас этот регион дает больше половины прироста валового продукта мира, и у меня нет никаких сомнений, что до конца столетия главное экономическое развитие будет идти в конкуренции между Индией и Китаем. И страны, находящиеся в этой зоне, будут подтягиваться. Инда-Китай тоже демонстрирует высочайший темп роста. Япония подключится к этому процессу как проводник для притока огромного капитала. Южная Корея. Я думаю, что с Тайванем тоже, так сказать, Китай найдет способ порегулировать отношения. И Юго-Восточная Азия будет локомотивом экономического развития на всю обозримую перспективу. Единственная неопределенность в этой картине, это мы с вами, наш Евразийский экономический союз. Мы можем стать частью этого центра, ядра нового мирохозяйственного уклада. Можем оказаться между старым разваливающимся центром и новым формирующимся. Я уже сказал о том, что наша торговля с Китаем по своей структуре оставляет желать лучше. Поэтому, когда мы из-за санкций со стороны Запада переориентируемся на Восток, очень важно, чтобы вся эта перестройка мирохозяйственных связей проходила на нужных нам условиях. То есть мы должны создать такую систему управления развитием экономики, которая бы позволила нам стать частью ядра этого нового мирохозяйственного уклада. А для этого нужно использовать их опыт. Тем более, что их опыт – это во многом наш собственный опыт, который они трансформировали в новых условиях. Они взяли у нас планирование, они взяли у нас, использовали денег как инструменты экономического развития. Они научились планировать развитие, они подчинились целям развития рыночную конкуренцию. Поэтому нам нужно, собственно, брать эту модель, которая формировалась в Китае и в Индии. Она политически диаметрально противоположная, но с точки зрения теории управления и практики управления они очень похожи. Во-первых, стратегическое планирование на пять лет и дальше. Китай сейчас реализует успешную очередную пятилетку, где решают теперь вопросы технологического суверенитета. Во-вторых, денежная политика полностью подчинена развитию экономики. Деньги не являются фетишем, на них никто не молится. Прибыль не является главным критерием оценки эффективности, тем более в госсекторе. Когда у нас госкорпорации отчитываются объемом прибыли, это же ужас, потому что в чем секрет прибыли наших банков? Это просто комиссии, которые они получают за денежные переводы в 10 раз выше, чем должны они были бы быть по себестоимости. Это просто паразитические источники сверхприбыли. Банки должны отчитываться за рост кредитования инвестиций. Госкорпорации должны выполнять ориентиры по росту выпуска продукции соединенных технологий. Частные компании встраиваются в механизм развития через институты частного государственного партнерства. У нас есть огромный потенциал, и мы можем строиться в это ядро нового мирохозяйственного уклада. Если бы нам дали полномочия регулировать денежно-кредитную политику и заниматься стратегическими планированиями, я вас уверяю, мы бы вышли на эти ориентиры 4-5% прироста в ВВП легко. А может быть, и вы превысили бы и Индию, и Китай по темпам экономического развития, но обозримую перспективу. Сергей Юрьевич, но это такой прогноз, который только остается желать, чтобы он тоже сбылся, как и многие другие прогнозы. И вот в завершении нашего разговора, может быть, вы что-то просто хотите пожелать нашим зрителям? Я бы хотел пожелать не терять оптимизма в нынешней сложной ситуации, верить в свои силы и планировать долгосрочное будущее, исходя из тех колоссальных, потенциальных возможностей, которые мы располагаем. Сергей Юрьевич, спасибо большое. С наступающим. А всем вам спасибо за то, что весь 2022 год вы были рядом с нами. Счастливого Нового года и всех самых лучших пожеланий. Спасибо большое.